так в первых рядах сидят значит борцы за за это за будущее приятно садина у нас прошлом осталось вон хорошо ребят ну давайте начнем значит у нас было было у нас когда у нас было была последняя встреча о чем это было а воображение и подачи припоминаю и наш дорогой султан был очень активен в этом вопросе приятно приятно ну что ж посмотрим как будет молодость реагировать вот на эту лекцию молодые же люди они же всегда знают лучше нас самое интересное что я не знаю как вы но я с этим согласен абсолютно так что это не они должны думать как мы не дай бог а мы как они что помолодеть резко значит так ребят смотрите сегодняшняя тема нашей лекции называется ошибки в сознании да давайте начнем так я думал как же начать чтобы привести нас всех этому вопросу на улице в том числе 2014 год говорят июль месяц июль месяц ровно год назад по логике вещей был 2013 то всего год прошел а до этого 12 до этого 11 фактически прошло всего три года но если попробовать почувствовать время ну просто почувствовать три года ли прошло огромное кажется что прошло гораздо больше вот смотрите смотрите ребят ведь два с половиной года назад два с половиной даже не три года назад мы его там где вы вы сидите мы вот там праздновали открытие сферы это было в декабре кажется 1 декабря мы праздновали открытие то есть чуть больше два с половиной года а на самом деле сколько прошло биологические два с половиной года а по ощущению кто может почувствовать скажите что нибудь ну я сказал по моим ощущениям огромное количество времени прошло это мы говорили всего два с половиной года назад и в то же самое время в то же самое время обратите внимание секундочку я попрошу жилину чай мне принести что-то меня тут и в то же самое время ребят перенесетесь на момент в год двухтысячный когда он был мой это вообще очень вообще непонятно другому при другом измерении и понимаешь вот вы правильно сказали это было что-то непонятное ним невозможно вот смотри две тысячи потом 2005 вот разница есть две тысячи две тысячи пять но ведь пять лет ребят пять лет это продолжительность второй мировой войны она длилась а для нас почему-то две тысячи две тысячи пять ну какая разница разницы то нет временной не чувствуется две тысячи две тысячи четырнадцать 14 лет прошло а теперь сделайте так возьмите шестидесятый год но это был год хиппи уже и так далее новые тенденции новые движения минус 14 лет это сорок шестой год война только закончилась ребят то есть фактически этих же четырнадцать лет сорок шестого до шестидесятого это огромный период времени в котором очень многое произошло то есть там есть масса а две тысячи две тысячи один два три четыре пять шесть семь но семь куда не шло почему нету почему все это пусто вот так ведь наверное в мире то что-то творилось ну 2001 год 9-11 нью-йорке случилась вот эта трагедия которая повлияла на самом деле повлияла в определенном смысле на эволюцию человечества кажись такая такое событие она чё-то пусто все это дело ну так хотя бы тот же самым фейсбук вы знаете когда он появился то который уже всем надоел хотя он висит кстати крайне недавно всего на самом деле несколько лет назад youtube когда появился тоже недавно это сколько на 2006 или 7 все это недавно у нас ощущение как будто это было давно и в то же самое время между 2000 2005 мы не чувствуем разницы а между 2011 2014 там огромная временная расшир творится в этом мире кто-нибудь может сказать почему такие почему такое странное неорганизованное восприятие пространство ну пространство время туса в общем почему такое странное восприятие пространство и на полной наполненности пространство или может вот я сейчас вопрос задаю может быть пространство такое же какой она она есть просто тот софтвер который должен анализировать это пространство соответствовать этому видоизменений в пространстве он не в состоянии воспринимать такие виды изменения ну потому что софтвер старый что за это за софтвер четы то за программа такая. Ну, эта программа называется... То есть он не регистрирует, да? Что? То есть он не регистрирует. Я вам скажу, он он не может регистрировать, потому что в нем, ну, например, это я пока спрашиваю, нет параметров для регистрации подобных пространственных временных видоизменений. Ну, потому что этот софтвер сознание называется этот софтвер. Этот софтвер, он старый. Ведь посмотрите, как человек думает сегодня. Я не говорю о молодых людях. Я не говорю... Султан, какого вы года? 98-го. 98-го. 8-го. 8-го. Ну, это тоже прошлый век в любом случае. Да. Султаном и ровеснике практически. Я говорю... Я не говорю о молодых людях, о новом поколении, которое формируется, так сказать, поколение двухтысячных, причем не двухтысячного, а вот этого 4-5 и так далее. Смотрите, ребят. Ведь как мы... Извините. Чай на дегустацию пришел. Нет, 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 нет. Доброе? Это хорошо, хорошо, хорошо. Вот оно, вот где сознание застревает тут же, чайчик пришел. Японский между брачами. Так наше сознание Мы воспринимаем мир Так как мы умеем его воспринимать На основании ценностей Оценок Эмоционального спектра Который у нас есть Понимание необходимости происходящего И так далее Что бы я ни говорил Это на самом деле крайне субъективно И основывается оно В конце концов оно приходит К человеческому нравится, не нравится Хочу, не хочу Но давайте попробуем Просто посмотрим Насколько наше сознание В состоянии оперировать Не так как оно оперировать Я буду спрашивать А вы попробуйте ответить И сами посмотрите Скажите пожалуйста Вторая мировая война Это есть Оно было Хорошо Или плохо Кто хочет поучаствовать в таком вопросе Деликатном Хорошо для кого Так просто не сказать Смотрите как интересно Ответила Сказала Тетя Маша Она тут же внесла Элемент Субъективности Хорошо для кого То есть получается Если есть слово Хорошо То нужен Адресат Которому относится Это слово Хорошо Если адресата нету Как такового Адресат Это время В временном диапазоне Что-то произошло Причем достаточно крупное Это происшедшее Мы называем Вторая мировая война Хорошо это Или плохо Мне кажется Здесь уже встает вопрос Морали Морально 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 Человек скажет Что это плохо Для чего? Для человечества Это хорошо В целом Сократилось Количество населения Земля Эволюция Продолжается Это Это подожди Ты у нас Рахимжан подгреб что ли? Да А теперь другое дело А теперь совсем хорошо Так Можно ли сказать В этом случае Давайте попробуем Как наше сознание работает Можно ли сказать Что вторая Мировая война Была естественным Планированным Ожидаемым Событием Для кого Да, но для злой массы народа конечно же нет. Тогда вопрос. Как будем рассматривать это событие? Как необходимое, хорошее или как случайное или запланированное плохое? Как можно его оценивать? Оценивание зуба. Оно хорошее, но болезненное. Мне кажется, не хватает отправных точек каких-то, чтобы это сказать. То есть, опять-таки, с какой перспективы... Отправных точек. Вы совершенно правильно сказали. Где не хватает отправных точек? Вот интересно. Не хватает в сознании отправных точек. Чтобы оценить необходимость присутствующего процесса в пространстве и во времени, нужно иметь возможность чувствовать... Сложно сказать. Осознавать процессы в этом же времени и понимать необходимость видоизменений в этом же времени. Это не есть человеческая форма сознания. Это есть не человеческая форма сознания. Почему она не есть человеческой? Ну просто потому, что у человеческой формы сознания есть свои приоритеты. Что важно для человека? Вот что важно для человека? Давайте попробуем и просто посмотреть. Например, представим, что мы люди. Не хочу никого обижать на самом деле. И посмотрим, что важно для человека. Давайте. Материальное благосостояние. Безопасность. Дальше. Самоутверждение. Что? Самоутверждение. Самоутверждение. Не совсем понимаю, что это такое, но пусть будет так. Потому, что я не могу догнать, что такое самоутверждение. Это когда в зеркало смотришь на себя и любое зеркало маленькое, да? Хорошо сказал. Хорошо. Пусть будет вот это самоутверждение. Что еще важно для человека? Для субъекта? Основное такое вот. Самоутверждение. Безопасность. Материальное благосостояние. Дальше. Много. Чего же мы застряли, люди? Неужели все так бедно? Неужели все так бедно? Здоровье. Здоровье, говорят. Здоровье. Это правильно. Куда же самоутверждаться, если весь больной? Возможность размножаться. Вечная, вечная жизнь. Возможность уверенно размножаться. Да. Ну что? Размножаться. Ну что? Размножаться. До сих пор как-то да, размножались, но прятались. Прятались. Хорошо. Что еще? Наверное, какие-то интересы ругают. Что важно для человека? Не берите субъективно. Вот у нас есть персонаж. Персонаж называется человек. Животное называется человек. У него есть сознание. Он оперирует в рамках ограниченности этой программы. Что для него важно? Мы сказали. Здоровье, безопасность, самоутверждение, финансы. Неограниченная возможность размножаться. Дальше. Социальный статус. Социальный статус, говорят. Ну это и есть самоутверждение. Я под этим подразумевал это. Позиция в обществе. Место в обществе. Самообщество. Скажите пожалуйста. Окей. Окей. То есть у нас человек вот настолько бедное существо. Да. Что фактически его сознание оперирует в этих рамках. А теперь война. Получается так. Любопытно. А теперь война. Общество развалилось. Здоровья никакого. Размножаться вообще не охота. Да и не с кем. Да и особенно не с кем. Там скажи скелет на скелете. Понимаешь. Благосостояние ну просто никакого. Что там у нас еще было. Безопасность. Какая безопасность и война. Что же это получается. Что получается. Во время и после войны. У человека нет практически никаких ценностей. Одно удовольствие умереть. И то надо стоять в очереди. Они меняются. Они меняются. Давайте. Расскажите пожалуйста мне ценности которые вдруг поменялись. Что же ценного имеет человек. Если рассматривать войну как конфликт политических интересов. То во время войны человечество в виде нас. И мобилизуют свои интеллектуальные способности. Разработки. Технологии. Военных стратегий. Разобретаются новые виды продукции для войны. Разрабатываются новые какие-то схемы. А потом после войны. Это же все. Происходит коммерсия. То есть военные стратегии переходят в бизнес. Заводы своим мощностям становятся жизнеобеспечивающими. Заводами по производству продуктов. То есть во время войны. Человек мобилизует свои силы. И он выпадает из стандартного образа жизни. Там просто покушает. Завтра проговорируется кино. Он как-то переходит на другой уровень. И там в результате ситуации, что надо видеть. Он создает намного большее. Это вы о каком человеке говорите? Я говорю о том, что происходит во время войны. А я говорю о каком-то просто человеке. Который работает в мозгу своем точно так же, как его сосед. Потому что, ну, прям не верю, что все здание, в котором еще живет. Ну, например, 10 семей. Прямо мобилизуется, выстраивает фабрики. И такое ощущение, что то, что вы сказали, это более такой лозунговый вариант. А конкретный человек, ну, скажем так, женщина. У которой муж ушел и немножко умер. И она осталась маленьким ребенком. Она как раз так не думает. Не то, что не думает. У него нет таких ценностей. Вот меня интересуют те ценности, чисто субъективно человеческие. Которые есть у конкретной женщины во время войны. Те ценности, которые вы перечислили, их нету. Но какие-то есть. Ценность выжить. Ценность выжить. Ценность выжить. Да. Ценность сама жизнь. Ценность сама жизнь. Как интересно получается. Ценность сама жизнь. Уже как-то в зеркало не смотришь. А почему же тогда, когда есть зеркало, когда есть общество, когда есть что пожрать, что попить, кого оплевать, жизнь перестает иметь ценность. Почему же так работает сознание? Это получается, что сознание теперешнего человека настолько простенькое, что оно даже не готово воспринять потенциальную проблему. Но оно просто боится думать, а было какой потенциально видоизменение. Я проблему слова неправильно сказал. И самое интересное, что в основном человеческое сознание никогда не довольно успехами самоё себя же. То есть оно очень гордится этим успехом первую неделю. Через неделю оно считает, что мало. Мало. Зеркало надо побольше. Благосостояние побольше. Ну, если стал премьером, то, наверное, надо уже стать президентом. Пора уже, так сказать, спасать людей. Что нам делать, Рубен? Здесь опять весь вопрос. Почему сознание так работает? Почему сознание не осознаёт действительность? Чтобы понять оси координат, где x, y, z. Чтобы определить точную свою позицию в трёхмерном пространстве и оперировать в этой области. Оно постоянно мечет его, куда-то его толкает, куда-то его носит, заносит, потом приносит, потом надежды, потом сомнения в эти же надежды, потом сомнения в эти же сомнения. Потом новые надежды, чтобы уничтожить старые сомнения. И потом снова сомнения в новые надежды, снова сомнения в эти сомнения. И это он называет жизнью, вы знаете? А самое интересное, весь процесс он называет думать. Причём умный! Ой, какой умный! Он такое сомнение выдумал! Он даже может курс продержать. Как надо качественно сомневаться, чтобы потом гордиться своими же сомнениями. Как можно уничтожить надежду, веру? Ну, только потому что, ну, например, та же надежда, та же вера, ну, не устраивает больше. Ну, сезон поменялся, понимаешь? Ну, например, Армани новую моду теперь придумал, так в полоску теперь мы начинаем жить. У него голова была в квадратик. Значит, надо ментальность изменить, надо теперь думать в полоску. Ну, если Армани сказал, что в полоску надо думать, что ж, кто ж будет сомневаться? Сам Джорджи Армани сказал перед смертью. И он начинает что-то менять. Почему сознание так работает, так нестабильно? Может быть, она адаптирует искусственные условия под настоящие, принимая это как настоящее? Что вот эта вот, вся вот эта вот малина, я не знаю, пирожные, все эти сладости, это есть норма жизни. А почему оно так делает, любопытно? А потому что другому не знаю. Интересно, почему вдруг ни с того ни с сего малина и пирожное, занимая такое высокое место на пьедестале в градации сознания этого человека? Вдруг вот малина пошла наверх, этим же она толкнула что-то вниз, я не говорю, что это есть неправильное, но она же так делает. Потому что всегда зона комфорта будет перевешивать, если не будет условий, которые тебя вынуждают задумываться, что такое жизнь. Вы только что сказали золотые слова. Зона комфорта. А теперь давайте попробуем просмотреть, что подразумевается под комфортом в человеческом восприятии конкретного человека. Это спектр эмоций, в основном удовлетворяя приятных, с элементами наслаждения, без обязательств. Причем обязательств неприятных. То есть практически все, что мне приятно, есть хорошо. Это и есть зона комфорта. Все, что мне неприятно, не есть хорошо. Это и есть зона некомфорта. И получается, что человек сам себя делает, то есть человек делает, не то что делает, а все не есть. С полным инвалидом. Отрывая себе то, что он считает неправильным. Ну природа дура блин, пока дело наверное безмозглое было. Вот появился он такой умный. И он понял, что природа ну неправильно ему делала. Ну не нужна боль, понимаешь? И страх тоже не нужен. И ревность не нужна, и злость не нужна, и зависть не нужна. Все это не нужно. А нужно. Удовлетворение, радость, вот это все нужно. Ну природа очевидно была полной дурой, когда лепила. Или пьяной была. И вот человек решил поправить природу свою. Ну потому что поправляет он сознанием. Вот он и выдумал, то есть время выдумало в человеке вот такой вот софтвер. Инвалидный, который называется сознание, которое никак не успокоится. Ну потому что оно, как это называется, когда грузовик колеса крутит и никак. Псует. Пробуксовка. Псовать. Вот оно и буксует постоянно. Буксует, буксует, буксует. И не может понять. А когда он буксует, он начинает сначала буксовать на одном, потом новые ветки туда подметывает. Опять буксует, называйте это надежда. Потом, нет, это не годится, надо камни. Потом камни опять буксуют. Нет, камни тоже не годятся. А как они могут не годятся? Камни, они и были камнями. Ветки, они и были ветками. Они не могут не годиться. Они, какие они были, они такими остальными. Ничего не изменилось. То, что ты не умеешь их использовать и не знаешь как. Ну потому что просто не понимаешь качество и функцию этих камней и веток. Не говорит о качестве самих камней и самих веток. Говорит о твоем неумении и незнании приспособить окружающую среду под ну хотя бы исполнение твоих собственных фантазий. Но этот же человек так не воспринимает. То есть у меня не получается так, как я хочу, что получилось или так, как я надеюсь, что получилось. По простой причине есть, что я полный идиот. Вы видели хоть одного человека, который так думает? Куча. Вы знаете, они есть. Психиатрическая больница. И они действительно психиатрически больные. Потому что человеческое сознание так не оперирует. Оно оперирует, что несмотря ни на что, я есть самый умный. Ну в определенном. У некоторых прямо умней не бывает. У других, ну не такой я уже дурак. Ну а заниженная самооценка, это не тот случай развода? А вы видели кого-нибудь с заниженной самооценкой, который станет и скажет? Посмотрите на меня, я дурак. Нет, такого не вижу. А почему нет? Ну я сейчас не могу, у меня талантов на это не стоит. Секундочку, секундочку. Заниженная самооценка не есть точное восприятие самого себя. Разница между заниженной и повышенной, завышенной самооценкой, не тот не знает координат, не этот не знает координат. Только тот абсолютно надеется, что у него высокие координаты, а этого очень-очень боится, что у него координаты низкие. Вот и все. Тот, у которого низко, он боится, что у него низкие. На самом деле они, может быть, даже не низкие. Это он боится. Не каждый дурак есть дурак. И не каждый умный есть умный. Если не верите, пойдите в Академию науки, посмотрите. Одни профессоры вокруг. Умные. Страшно. Полуразведенные. Дети в алкоголе. Ой, ребята. Все, о чем я рассказываю, это и есть ошибки в сознании. Самое интересное, что эти ошибки само сознание никак не воспринимает как ошибки. Оно это воспринимает как норма. Просто как норма. Давайте попробуем пойти жестоким путем. Ну, он интересен. Кто считает себя дураком? Можно. Кто считает дураком своего соседа? Слез рук сейчас будем, просто стыдно поднимать. Очень любопытно. Смотрите, смотрите, как интересно. Оценить соседа, оказывается, не сложно. Это есть просто субъективная оценка. Правда? Это просто. А теперь скажите, почему же оценка самого себя так сложная? Ну, если не можешь, спроси того же соседа о себе. Он тебе и расскажет. А ты прими то, что он сказал, за правильную позицию. Ты же уверен, что с твоей колокольни оценка соседской колокольной, колокольной естественная, нормальная, точная. Потому что твое мнение разделяет практически весь подъезд. Значит, есть объективное мнение. Значит, повторение субъективного идиотизма приводит к объективному идиотизму. Объективный идиотизм есть установив состоявшееся и установившееся мнение. Называется, ну, хотя бы, мораль. Вот. Так, любопытно, почему же человек сам себя не в состоянии оценить? Иногда в состоянии. Почему? Бывают моменты, когда вдруг оснаешь, вот дебил. Но они очень редкие. Но бывают. Значит, они все-таки редкие, да? Не так чистые. Нет, не чистые. Но иногда даже стыдно признаться, что я дурак. А что значит быть дураком? Давайте рассмотрим, что значит быть дураком. Вопрос крайне интересен. Скажите, пожалуйста, куда это убежала эта гаухара? Она сейчас бегает куда-то. Умеет она бегать. Наверное, спортом занималась. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас сидим с вами и слушаем меня. Насколько то, что я болтаю, не есть, ну, скажем так, глупость, идиотизм, дурачество и так далее, и так далее? Абсолютно не так. Абсолютно не так. Почему? Почему вы так думаете? Ну, потому что… Не спешите, не спешите, сейчас я вам скажу, не спешите с ответом, потому что вы сейчас запутаетесь. Вот это тот момент, когда сейчас ваше сознание сделает уже привычную ошибку, делая шаг во своем анализе. Еще раз повторяю, почему вы не считаете, если, конечно, вы не считаете, что то, что сейчас вы меня слушаете, и то, что я болтаю, вот это главное, не есть идиотизм, глупость и дурачество? Ну, с нашей жизненной позиции, вы говорите очень умные вещи, но с позиции многих людей, то, что мы сейчас сидим и слушаем вас, это абсолютная глупость. Ваша позиция, почему вы уверены, что то, что вы сидите и слушаете, есть умно? Проверено. Потому что… Опыт. Учительный опыт. Доверяем. Доверяем. Потому что это независимая история, и это позволяет нам завернуть ситуацию с другой стороны. Потому что доверяем. Нам это нравится. Читается разумность. Вы вертитесь вокруг, но ваше сознание не может схватить… Это как раз тот пример. Не может схватить правильную позицию, вашу же, которая… Как вы должны ответить вот на этот вопрос? Это и есть позиция. Как оно должно думать? Подумайте чуть-чуть. Как надо сказать. Скажем, если у человека есть вопрос, на который он ищет ответ, и он прилагает к этому все усилия, находясь здесь в зале, слушая вас… Ну, наверное, это уже не идиотизмом. Идиотизмом было бы, наверное, задавать вопросы, и не слушать ответы, и не искать ответы. Смотрите. Человек чувствует себя плохо. Он мне рассказывает что-то. Я его слушаю. И я понимаю, что там нет решения. То есть, есть. Я говорю ему, а почему бы тебе просто не повеситься? Можно ли сказать, что у него был вопрос и я дал четкий, понятный, решающий, всеобъемлющий ответ? Конечно. Умное решение? Можно ли сказать, что этот человек, блин, вот почему я с тобой говорю, вот оно, мое решение, да? Нет, вы знаете, он скажет, да, как-то не для этого я сюда приходил. Все-таки правильно был вопрос в прошлый раз, может быть это идиотизм, то что у меня случилось. Не совсем так. Не беспокойтесь. Почему я спросил так? Естественно, я знаю, что вам будет сложно. Не то, что сложно. И дело несовершенно, насколько человек умный или нет. Сознание не оперирует в таком параметре. Вы сказали слово доверие. Слово или состояние не совсем правильное. Под понятием доверие, ребят, подразумевается, пока ты меня устраиваешь, у меня есть приятное ощущение, которое я называю доверием. Но пока ты меня устраиваешь. Завтра ты, ну не будешь устраиваться, ну хотя бы потому, что, ну у меня женский цикл начался. Ну бывает, ты знаешь. А когда у женщин начинается цикл, то весь мир становится, ну не очень круглым, скажем так. И в этот момент я со своими глупостями. Недодоверие. Как-то. Направление правильное, но позиция шаткая. Это с верой связано? Тогда да, интуиция вера. Элемент интуиции должен присутствовать, но. Но, но, не только. Вот здесь должно появиться именно то банальное, тупое, стандартное слово хочу. Вот здесь оно нужно. Говорят, почему вы не думаете, что это? А я не хочу думать, что это так. Самое интересное, вот это слово хочу, не хочу в этом случае связывается очень с верой. Для человека понятие вера и хочу, не хочу, это конфликтующие понятия. То есть, если есть вера, то хочу, не хочу, она настолько маленькая и субъективная, да? Что оно, ну не лезет. Ну не лезет туда. А оно оказывается, во многих случаях, очень комплементарное. Что именно чтобы, именно чтобы не помешало ничего вере, надо четко хотеть и не сомневаться. В состоянии веры у человека, сейчас я скажу, при его современном, при его современном сознании, в состоянии веры у него есть элемент комфорта с пониманием, что его кто-то, то есть так. Я сяду в этот автомобиль, но какой-то водитель должен меня водить. То есть шофер. Вот это восприятие веры. То, что мыслить, то, что я спросил и то, что я хотел услышать, это вера плюс я сам вожу эту машину с элементом эгоизма. Комбинация вера, эгоизм и желание, это пока неизвестно. Не то, что неизвестно. Оно в этой комбинации, в этой рецептуре не используется сознанием. Но не работает сознание так. В следующей эволюции оно будет так работать. А пока сознание просто буксует. Оно начинает находить или эмоциональные условия, соответствующие вашему состоянию, почему вы слушаете мои глупости. Ну, потому что мне приятно слушать глупости. Приятно. Не в смысле? Я хочу слушать глупости. Потому что если кто-нибудь вам скажет, я хочу слушать глупости, то у вас зависнет ваш компьютер. А что, умности не хочешь слушать? Нет. Смотрите, ответ нормального человека был бы, тоже хочу. Ответ не человека был бы, нет, не хочу. Как? Ты хочешь слушать глупости? Да, но конкретные. Да какая разница, глупость есть глупость. Это ты ни хрена не понимаешь в качестве глупости. Умность есть умность. А глупость, она настолько разнообразная, что найти качественную глупость, для этого надо иметь мозги. Более говоря, да ты же на психиатрию уже тянешь. На вашей планете, да. Хорошо. А чем умности тебя не устраивают? Они устраивают тогда, когда они будут устраивать. Когда создадутся условия, и я захочу слушать умности. Глупости, тогда они меня будут устраивать. А на сегодняшний день, в 12-15, когда на улице дождь, глупости в самый раз. Такой анализ, он не совсем понятен. Нету, как тебе сказать, для нормального человека здесь нету ценности, ему не за что ухватиться. Потому что здесь нет эмоций. А ему всегда надо обосноваться на эмоциях. Ну, хотя бы. А чем тебя умности не устраивают? То есть, не хотел бы слушать умности? Ну, конечно, хотел бы. Вот тебе и эмоции. На самом деле, ничего же не сказано. Он говорит, ну, конечно, хотел. И пошла эмоция, вот эта повидловая, джемовая эмоция удобная. Потому что, когда ты слушаешь умные вещи, ну, это пошла уже глупая философия. То-то, сё, цветёт, расцветает, сам становишься умным, или что там происходит, ля-ля-ля-ля-ля-ля. А от глупости тупеешь. Значит так. Вы слушаете мои глупости, потому что вы хотите их слушать. И этого вполне достаточно. Там больше объяснений не нужно. Это уже вы решаете. Что вы хотите кушать? Жареную картошку, которая особенный интеллектом прям не давит. Не набитый интеллектом, понимаешь? Или какой-нибудь шашлык особенный. Всё зависит, что ты до этого ел. В каком ты настроении и расположении. Вы знаете, когда ты очень голодный. Не то, что жареный. Даже сырая картошка прекрасно выглядит. Супер. Сознание. Оно стандартизированное. Оно банальное. Оно настолько простое в своём оперативном методе. На сегодняшний день. А времена меняются. Возвращаемся туда же. И сознание растерялось. Вот смотрите. Если мы попробуем задать вопрос. Интересно. А то, что происходит. Это есть хорошо или плохо? Во всём мире. Сдуру чего-то. Украину рвёт на части. Никогда не рвало. Вдруг взорвало. На Ближнем Востоке народ чего-то бунтует. Сам собой. Не важно, кто там влез, кто вылез. Но бунтует-то он сам. Природа. Здесь снегу навалило. Там солнце. Какие-то тараканы туда побежали. Какие-то акулы туда выплыли. Что-то происходит. Вот это всё есть хорошо или плохо? Как вы думаете? Это нельзя мерить. Хорошо или плохо. Их мерить нельзя. Но какую-то позицию-то. Неплохо было бы иметь. Процесс идёт. Надо. Правильно. Позиция правильная. Должна была быть. Это не есть хорошо или плохо. Это есть правильно. Да, но это правильно же ведёт за собой. Ну, страдания многих людей. Ну, хотя бы же на той Украине. Вы можете представить. В любом случае, Луганский или Донецк. Что там творится? С какими эмоциями, мыслями люди просыпаются, которые в жизни этого не видели? Это 2014 год на улице. Давайте. Вот я появился, я уже здесь, я не исчез. Я говорю, Луганский, Донецкий, это вот эти люди, которые просыпаются и засыпают с кошмаром. Им же очень плохо, на самом деле. То есть, с ними что-то происходит. А у нас позиция, это есть правильно. Насколько человечная у нас позиция в этом случае? Как сказать, не человечная. Видите? Позиция правильная, оказывается, не есть человечная. А вот до чего мы с вами договорились. Это получается, что когда правильно, возможно, не есть человечная. Получается, человечная, чтобы была, должно быть неправильной. Согласны или нет? Неправильная с точки зрения человека, да? Вот тебе и конфликт. Вот тебе и конфликт. По логике вещей, даже вещей, не человека, все, что происходит, имеет свои причины, свои последствия, да? Имеет свои причины, последствия. Понимаем мы это или нет, они имеют. Если мы не понимаем, то мы не воспринимаем. Самое главное, и мы не хотим воспринимать эти причины, особенно эти последствия. А что, если мы понимаем, что в человеческом смысле называется умнеть? Мы начинаем понимать причины и последствия, понимать необходимость каких-то причин и последствий. Вы знаете, что интересно происходит? Получается, что ты становишься античеловечней. То есть, с позиции человека, его сознание, форма и процесс, как ты оперируешь, который называется умнеть, начинает рассматриваться, как плохой человек. И самое интересное, вы знаете, это абсолютно правильно. Теперь я постараюсь перевести вам, людям, которые слушают вот эту глупость мою, что подразумевается под понятием плохой человек. Это понимается. Новый софтвер, у которого появились новые качества, достаточно интересные. Но старый софтвер не в состоянии его понять. Так старый софтвер не говорит, какой же я тупой. Он говорит, да он же испортился. Вот что он говорит. Хотя, блин, что-то по поведению как-то заманчиво себя ведет. Но как софтвер испортился. Он не отупел, он испортился, говорит он. А это уже не есть хорошо. Вот какой хороший был человек. Примитивный такой. Были ценности. Хотел стать министром. Деньги иметь. Понимаешь, в зеркало смотрел постоянно. Себя видел в разных вариантах. Человечина был. А теперь ни в зеркало не смотрит. Знаешь, что-то изменилось. Получается, оценка чего-то, оценка другого сознания основывается на лимитированности своего сознания. Если в том другом сознании существуют параметры, которые тобой не воспринимаются, конфликтуют, то это сознание тут же уничтожает то. Говорит, ты испортился. Оно не говорит, что я заржавела. Оно говорит, ты испортился. Кто, кто говорит, я заржавела, начинает мучиться. Начинает мучиться. Потому что делать-то по-другому он не может. А иметь другое сознание крайне сложно. Ну, хотя бы, ты должен отказаться от привычек, от эмоционального спектра, который ты выстроил. Хорошо, плохо, мне приятно, неприятно. Ой, какой противный человек, он не должен был так делать, а сосед скотина последняя. И тогда от всего этого придется отказаться. А что же остается? Да в том-то и дело, что ничего и не надо, чтобы оставалось. Как раз все, что останется, тянет себя назад. Надо будет выстраивать новый. А как? Это фактически, что я такой, какой я есть, меня больше нет. А нового меня еще нет. Кошмар какой. Это значит, меня все, больше нет. Страшно. И человек остается в своем сознании со своими ошибками в этом же сознании. Говорит, слушай, знаешь что, давай ты отсюда в сумасшедший дом, там есть тебе с кем и о чем поговорить. А я уж буду основываться на хорошо и плохо, на размере зеркала и на том, кто на меня будет смотреть и как он мне будет лизать. Знаете что? Мне меня устраивает. Вот так и работает современное человеческое сознание. А времена все равно меняются. И они не спрашивают. И рождаются новые дети, которые так не работают. И в смысле они так не думают. Они еще не знают, как они думают. Но их сознание является результатом сегодняшнего времени. Их биология. они вдыхают сегодняшний воздух со своими новыми энергиями, со своими странными временными параметрами. Так вот мы не сделали недавно статистику. Мы хотели понять молодых людей. И вы знаете, ценности, которые вышли, они были неожиданными. Это не значит, что так и есть. Но такой фрагмент. Молодой человек, такой среднепрофилированный, хочет все делать сам. Все сам. Не смысле я такой хороший. Чтобы было конкретно, чтобы все было крайне быстро и ни от кого не зависело. То есть опция зависеть от кого-то ему чужда. Не смысле отвратить, ему чужда. А почему я должен зависеть? Я же не то, что сам смогу. Я не хочу, чтобы никто вовлекался в мое. То сознание видоизменяется. Останавливается твердым. Ребята, это есть прекрасно. Оно становится уверенным. А не значит, что оно знает, как это сделать. Но оно готово это делать. Оно готово развиваться. По-своему, с мучениями, но готово развиваться. А для чего это мы сделали? Чтобы понять, как выстроить сферу для молодых. Это будет нелегко выстроить сферу. То есть сказать этим молодым «давайте сферу». Потому что реакция была «медленно у вас». И мозги вы много делаете. А я не хочу, чтобы мне мозги делали. Никто. Я хочу сам их делать. Вот такой вот интересный подход у молодых людей. он воспринимает свои мозги как софтвер уже, как компьютер. И я хочу сам рисовать, сам снимать кино, сам, сам, сам. А мы то не такие были. Нам то нужны были какие-то идеи, какие-то inspiration. Как сказать inspiration? Водушевление. Водушевление. То есть для нас нам нужно было что-то, чтобы у нас было что-то. А эти ничего снаружи не ищут. Все внутри. Все что надо сам сделаю. Он не спрашивает хорошо есть это или плохо. Он не сомневается в этом. Вот это интересно. А мы то сомневались. А хорошо это или плохо? А насколько хорошо я все это сделал? Может быть я могу лучше? Слушай, самое интересное, может быть я могу лучше? У нас же в наше время это рассматривалось как хороший подход. А теперь это методология размышления поменялась. А наше с вами сознание осталось вот как мое и султан с прошлого века пришло. И что мы будем делать? Знаешь что мы делаем? Мы еще больше на него давим. Еще больше туда втискиваем сомнений, разочарования. Потом сомнения в своих разочарованиях и так далее. Опять 25 по тому же кругу идем. И к чему это приводит? Это приводит к результатам полная ошибка, дезориентация в пространстве, не могу сказать в обществе, в пространстве и в самом себе. Там есть груда ошибок сейчас в нашем сознании, которые сами мы и создали. Потом посмотрите как интересно. Если мы скажем вот этот человек умный. Попробуем описать. Ну попробуем. Что же подразумевается под словом умный человек? Кто хочет подключиться к этому вопросу и сказать, что он думает, когда говорит вот умный человек? Это интеллектуальный. Знаешь, интеллектуальный умный. То есть среди рабочих умных людей нет? Нет. Есть интеллектуальный рабочий тоже. Нет, не интеллектуальный. Вот такой просто человек идет на работу, берет молоток или кирпичи ложит. То есть этот человек не может быть умным. Умный тот, кто легко понимает простые вещи. вот мы сейчас сидим, входит рабочий, смотрит на вас и говорит «Ребят, я так легко понял, какие вы дураки». умный есть ли он умный? Да, он умный, чтобы у нас осуждение будет анализ. Я предлагаю сделать 15 минут паузу, можно? Нужно. Пожалуйста, вот постарайтесь вместе discuss и посмотрите что мы вы подразумеваете когда мы подразумеваем когда говорим «Этот человек умный, какие это оценки?» Хорошо? Через 15 минут звоните. Давайте. Значит, до чего консилиум дошел? Страшное? Ребят, вы что сидели действительно собрание провели? Умные! Ну давай, тетя Маша, давай. Значит, кто такой умный человек да, у нас было задание? Евреи! Это тот, кто умеет выносить суждения, имеет свою точку зрения. Дальше, это компетентный человек, это умеющий доносить информацию, умеющий работать с информацией, легко усваивающий ее, умеющий принимать нестандартные решения, образованный, уверенный, объективный трезвый, умеющий думать, размышлять, обладающий таким качеством, как приспосабливаемость, умеющий смотреть с разных позиций, независимый от общественного мнения, полагающийся на радум, умеющий искать, умеющий использовать интуицию, знающий, опытный. Очень любопытно. Столько конфликтов на одной доске. Под словом образованный. Образованный. Кто говорил образованный, давай. Вот что подразумевается под словом образованный, то есть тот, кто не образованный, значит, не ходил в институт, зо-ветеринарный, не считается умным человеком. потом. Вот окей, 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 вот меня интересует, давайте из вот этой перспективы, ну, ну, крайне, скажем так, сознательной. А Христос был умным? Да. Ну, давайте посмотрим, ну, давайте посмотрим на результаты его ума. Родился никем, умер, не то, что никем, а, так сказать, одно удовольствие было, его, насколько я слышал, его прямо это, помогли ему в 33 года, чтобы побыстрее ушел, настолько умный был. В социальном обществе совершенно не нашел своего места, в социальном обществе его даже не приняло, выгоняло отовсюду, вот, был, работы его не принимали, он каким бедняком был, таким и остался, всю жизнь был бродяга, на самом деле ничего за свою жизнь не сделал полезного, ни дом не построил, ни дерево не посадил, бездельник, бездельник, тунеядец, болтал какие-то глупости, понабрал вокруг себя каких-то таких же бездельников, так общество рассматривало, понимаешь, и толкал этим бездельникам речи по поводу «не беспокойтесь, в будущем наше безделье оценят». и так и кончились они. Можно ли рассматривать из перспективы того, что вы написали Иисуса как умного, как рассматривать как умного человека? Если да, то почему, если нет, то почему? Давайте, используйте сознание, это лекция по поводу ошибок в сознании. Нет, нет, потому что здесь мы прописали категории, которые больше связаны с разумом, с принятой системой знаний, которые общество уже знает, неумного считает кто-то. Можно мне посмотреть на голос, который говорит, потому что я не совсем вижу, кто это говорит. Ага, привет, дорогой, какие люди скрываются-то. Получается, что ваша субъективная категория умного человека основывается на объективном стандартном восприятии и классификации этого же ума. А где же ваше субъективное? Это получается ли, что ваше сознание это составная часть рабского общества. Если рабское общество считает, что умный человек это то, что он на доске написал, и я считаю так. Ну, потому что зачем мне субъективное, если есть объективное? Но ваше сознание субъективное, получается, пришел человек к тебе домой, который просто красит стены человек. То есть он автоматически тупой. Или я не хочу сказать тупой, он неумный, только потому, что не попадает под классификацию умного человека в вашем сознании. Получается ли так, что ваше сознание человека классифицирует только потому, что он не такой, какая классификация есть в вашем сознании. Так кто же умный, он или вы? Или я бы сказал, кто дурак? Ты, который сидишь в своих клетках, думая, я такой умный, я настолько умный, что я полностью согласен с позициями общества. А есть у тебя свои позиции? Нет? У умного человека нет своих позиций. У умного человека позиция общества. То есть позиция большинства есть позиция ума. Что же получается? А где же ваша субъективность? Или я бы сказать оригинальность хотя бы? Кажется есть имеющие свое мнение, да? Вот имеющие свое мнение. Я это и хотел послушать. Есть ли у кого-нибудь свое мнение по поводу умного человека? Если он сам считает, то есть, когда я говорю он, это значит, его сознание считает свое себя умным, то хотелось бы посмотреть, насколько вот эта классификация совпадает с классификацией, написанной на этой доске. то есть, я такой, как написано на доске. Можно я скажу? Давай, Вадим, хвались. С моей точки зрения, умный это тот, кто предлагает решение, которое не является твоим, в данный момент ты не мог бы родить такого решения, ты переосмысливаешь это и ты обнаруживаешь, вот это именно его решение было наилучшее, но ты не способен был на такого. Вот так бы я сказал. Согласен. Теперь смотрите, давайте мы приведем пример тому, что вы сказали, и посмотрим, насколько то, как ваше сознание сейчас нам выдало рецептуру, на самом деле соответствует ситуации. Секундочку. У соседа неприятности какой-то нехороший человек звонит, пугает. Сосед человек решительный, идет крайне нестандартным путем, узнает откуда ему звонят, из какой будки, ну грубо говорил, стоит у этой будки, приходит человек, который звонит ему, прямо взял какой-нибудь молоток и по голове этому. Очень нестандартное быстро оперативное решение, которое вы бы не сделали. Будете ли вы рассматривать это вашего соседа? Ой, какой умный. Если да, то почему? За что? Если нет, то за что? Он же сделал нестандартное решение, которое вы бы не сделали. Я имею еще, что ты осознаешь, что именно его решение было наилучшее, но оно находится в пуле твоих решений. А здесь я бы не сказал, что наилучшее решение. Ну почему? Очень конкретное, ясное, понятное. Молотком по голове убежал, и никто не знает. Я вас понял, что вы хотели сказать, только то, что вы сказали, не совсем подпадает под все возможные варианты. Так можно любой идиотизм объяснить. Я не способен сделать этого идиотизма. Это получается, что человек, способен автоматически умный. Конечно, нет. Все-таки ваше субъективное решение позиции должна быть. Давайте мы рассмотрим вариант полегче. То есть мы сейчас используем свое... Вы понимаете, что все, что я хочу сделать, чтобы вы использовали свое сознание, чтобы увидели, какие внутри барьеры есть, останавливающие работу этого сознания, не дающие возможность креативности, неожиданных мыслей. Что мысли, которые появляются, они стандартные из-за стандартности самого этого. Вот, например, возьмем меня. И давайте рассмотрим. Умный я или полный идиот? вы не умный. Так, объясните, пожалуйста, объясните. Ну, вот для меня, например, умный человек, это тот человек, который, во-первых, человек, во-вторых, тот, кто помогается на свой ум, использует ум разный. А у человека есть еще и другие составляющие, которые он, ну, скажем так, на них не положается. То есть, я рассматриваю умного человека в контексте сравнения умного и мудрого. А что я получаюсь? Вообще никуда не гожусь. Никуда не гадите. Ну, вы знаете, тетя Маша, может быть, я как-то удивлю вас, но у меня в голове находятся тоже мозги. А самое интересное, эта голова использует тоже софтвер, который называется сознание, ну, потому что форма человеческая. То есть, по логике вещей, моя оперативная система должна быть такой же, как у вас, или как вот рядом сидящий, и ценности для меня плюс-минус должны быть подобными, вот, подобной вашим, потому что живу я пока еще на той же самой планете так особенно выбратой и нету. Так какой же я тогда? Я могу быть умным, дураком, или психиатрия? Выбирай. вы относитесь к той категории умных людей, что есть умные, которые стреляют в одну и ту же мишень, и самый умный, он попадает всегда в десятку, а вы относитесь к категории такого ума, что вы совсем другую мишень выбираете, то есть все стреляют в одно и то же и соревнуются, кто попадает выше всех, а вы совсем в другом направлении. То есть дурак? Нет, вы просто, почему я вас слушаю, вы предлагаете какое-то новое знание или новую информацию, которая не укладывается в моем стандартном СНС, но где-то на каком-то уровне я чувствую, что она мне нужна, но я не могу этого сделать. Молодец! Вы сказали то, что я хотел услышать. Не сознание то, которое определяет категорию ума. Это я перевел то, что вы хотели сказать. Не сознание то, которое определяет, а в человеческом понимании пока еще. Оперативность сознания, оперативность, скорость копания лопатой земли определяет ум копающего. Земля та же самая, движения те же самые, качество и скорость определяют ум. Совершенно нет. Это получается, любой человек, который спит, это круглейший дурак. Ну, потому что он спит. а на самом-то деле процессы умственные происходят в своем интереснейшей форме, неожиданной форме, именно тогда, когда он спит. Ночь это не бессмысленная затрата времени. Вот день может быть бессмысленной затратой времени, а вот ночь нет. Ночью все происходит точно. Это получается, умный человек должен спать больше. Сколько ты спишь? 12 часов умный. А ты скажешь 4 часа ну ты тупой. Да, но я быстро сплю. Я очень быстро сплю. кто долго спит, умнеет. Кто что? Кто долго спит, тот умнеет. Да, самый умный тот, который умер. Вообще не проснется никогда. А как же тогда Наполеон или Тесла, они же очень мало спали. А я вам сейчас скажу. Я сейчас скажу интересную вещь. Это немножко отойдет от темы. когда сознание начинает видоизменять параметры как софтвер, параметры свои оперативные только потому что из ну скажем так глупость скажу просто слова нету сверх сознания ничего общего сознания не имеет или из каких-то регионов где нету сознания оно в состоянии регистрировать данные совершенно другие то оперативное состояние этого сознания днем начинает модифицироваться и приближаться больше все больше и больше к оперативному состоянию ночи. Ясно что я хочу сказать? То есть понятно его мозги днем начинают оперировать как будто он не живет в человеческом понимании ведь когда ты ночью спишь ты же не живешь в дневном понимании потому что днем ты ограничен ну хотя бы информацией ну хотя бы физиологией материи состоянием внешним твое сознание оперирует в ограниченном пространстве твоих глаз ушей своего понимания ну и пространство где ты находишься а теперь представь если вдруг у него появляются возможности оперировать не только в этом пространстве но и сигналов вне этого пространства ну потому что сигналы же находятся везде ну ребят давайте обманем себя уже до конца вы сейчас меня не видите это понятно меня нет там чудо но вот это чудо ваше сознание абсорб акцептит принимает принимает как естественное для него это перестает становиться чудом и вы меня сейчас воспринимаете как живого сидящего перед вами именно как живого но я же не живой сидящий перед вами а вот вы модифицировали и сделали вот так вот и данные которые вы сейчас получаете они практически приходят из космоса ну грубость говорю потому что в этом узком пространстве меня нету но данные же вы принимаете а теперь представьте вариант такой прошло лет пятьсот и вы по скайпу у вас есть тогдашний скайп и у вас есть адрес скайп адрес написано Jesus Christ ну получилось так и ты звонишь Иисусу Иисус говорит алло не важно где он и не важно в каком времени и мне кажется в каком пространстве ну получилось так вот дошли до этого что нам надо его мозги пожалуйста все остальное модифицирует экран секундочку секундочку 10 секунд дайте не уходите ребят ребят сори давайте продолжим и вот представьте перед вами сидит Jesus Christ Иисус Христос собственной персоной в его же той старой одежде так как он выглядит и вы смотрите его по скайпу понимаешь и спрашиваете чего ты там говорил болтал ты говоришь ну когда ну когда когда жил ты был здесь я говорю ну я болтал то сё а что они так написали ну пишут как умеют я говорю а ты то чего говорил он говорит так как вы думаете будете ли вы воспринимать это через 500 лет как реальность вот как сейчас воспринимаете да ребят абсолютно да то есть даже самое невозможное становится для сознания возможным сознание готово принять любое чудо если оно до конца не оттупело только потому что есть кроме сознания другие параметры которые позволяют если общество примет это чудо то вариант такой один во всем подъезде я с христом говорил весь подъезд хохоч как идиот вариант второй весь подъезд говорит тебе блин ты с христом уже поговорил или нет блин они что с ума сошли хотя весь подъезд с ума не сходит наверное я такой идиот то все зависит от того сколько человек сойдет с ума вот и все и вы христа спросите и он ответит и вам будет хорошо и вам будет хорошо и вы все будете принимать фактически сознание это тот инструмент который должен модифицироваться и чем раньше он будет модифицироваться тем лучше для вас тем скорее вы нагоните или мы нагоним время которое бешенно меняется а пока наше сознание со своими старомодными ошибками ребят жует одну и ту же жвачку самое интересное эта жвачка которую он жует сознание потеряла совершенно вкус мораль она полностью видоизменились ну хотя бы ребят скажите пожалуйста гадость которую который который вас и нас кормят эту бедную пластиковую курицу которую мы жуем это что можно назвать моралью общество таки вы знаете жуем и ничего себе мясо которое жрем это можно назвать моралью нас же кормят отравой а мы жуем о каком обществе о какой морали мы можем говорить лет 50 назад этого не было вот это макдональд концепт политическое состояние в мире можно назвать моралью никогда ой ребят все намного интереснее чем оно должно быть получается чем раньше модифицируется ваше сознание тем интереснее будет жить и ожидать новости но если мы будем использовать стандартные формы сознания хорошо плохо умный тупой хочу не хочу и не комбинировать это все вместе то мы никогда не войдем в завтрашний день будем останемся жить во вчерашнем оплевывая всех которые вошли в завтрашки только потому что мы их не воспринимаем и не понимаем нам больно и мы остаемся в прошлом рассказывая своим же детям вот наше время и начинаешь рассказывать о курице которую ты сжевал так ты этим никого не возбуждаешь потому что этот молодой человек жует пластик и самое интересное ему очень нравится пластик потому что он другого не жевал и для него пластик есть живая курица пройдет лет 30 40 50 и он своему потомку который будет жевать биобумагу так она будет называться биологическая бумага будет объяснять вот в мое время когда мы жевали пластиковую курицу вот это были вкусы а вот что это такое берешь бумагу мотаешь и жуешь это разве еда вот мы приходили домой мама брала пвх смешивалась это было всегда это будет всегда вот сознание это то что вас формирует сознание то есть то что нас всех останавливает и мы уверенно не даем ему меняться думая что у нас есть опыт у нас нет опыта у нас есть привычка повторять так же как мы повторяли вчера да количество повторения можно назвать опытом но рост смотрите как интересно количество повторений можно назвать опытом но не ростом наоборот тормозом можно сказать а эволюцию это делают поколение у которого нет опыта именно потому что нет они не повторяют они делают по-новому с ошибками но делают вот короче никуда не годится наше сознание ребята надо его выбрасывать на самом деле я вам предлагаю даже не мучайтесь полностью поменяйте полностью вот вот полностью вот хватаешь своего ребенка и спрашиваешь ну объясни мне что знаете вот Чуковский написал что есть хорошо что есть плохо или как как-то он там написал вот что такое хорошо и что плохо берите ребенка и он вам все расскажет а вы не сомневайтесь потому что он смотрит завтрашными глазами а вы смотрите глазами динозавров динозавры уже исчезли а вы остались можно такие вещи почаще говорить дорогой мой султан султан ради нас с вами я постоянно буду говорить вашим родителям чтобы они ни вас не мучили ни меня вопросы ребят пожалуйста у меня несколько вопросов первый вопрос как распознать вообще ошибка в сознании или не ошибка если ошибка то что как ее состояние или сами ее устранить или можно ли это научить самый легкий вариант тети маш это рассмотреть эту жизнь вот этот же скажем так процесс меняя сцену поменять сцену посмотреть вот мне нам сказал мне сказал да Вадим вот человек который то все делает вот так я тут же поменял сцену роли вот этого телефонная будка человека с молотком и оказалось что это не работает самый легкий вариант поменять сцену и если оно продолжает работать значит оно рабочее и вы удивитесь но оно не будет работать немножко поменяешь сцену все его ценность пропадет значит есть вариант другой использовать другую опцию то есть альтернативное сознание альтернативная форма формирования своей позиции это дело то же самое сознание для этого спешись не надо и очень часто не надо думать не надо торопиться думать потому что у современного человека или у человека понятие думать это спорт причем скорость которой он думает определяет его ум ребята это совершенно не так скорость рассуждения не определяет качество этого рассуждения очень часто Пауза – это необходимая, составляющая и важнейшая часть рассуждений, чтобы хотя бы остановить ошибочное. Но это не значит, что надо сомневаться. Вот это интересно. Почему я говорю сомневаться? Потому что у человека такие инструменты, он других не знает. Остановка размышления не значит замена размышления сомнения в свое размышление. Это значит, время не пришло еще хотя бы. Или просто позиция. Не знаю. Придет время – узнаю. То есть, условия не созданы. Есть инструменты, но они пока, скажем так, в вашем случае не настолько оперативные, чтобы вы использовали. Но самое главное – не сомневайтесь в возможностях вашей головы. Но и не толкайте ее, не ускоряйте. Прислушайтесь к ней. Она всегда может выдумать такое, если ей не мешать. Что еще из вопросов у вас было? Второй вопрос. Получается, с того, что вы говорили, то ошибки возникают. То есть, сознание ошибочное – это устаревшее сознание. И тогда получается вопрос такой. А как думать в ногу со временем? То есть, может, понимать. В ногу со временем не знаю. Вот смотрите. На ваш вопрос я должен был бы ответить по человеческому протоколу по-другому. Я отвечаю вам сейчас по-своему, правильно. В ногу со временем не знаю. Объясню почему. Времена меняются настолько непредсказуемо в человеческом понимании, движения настолько радикальные, что я просто не знаю завтрашнее и послезавтрашнее движение. Но это вызывает у меня самого крайний интерес следить это кино, как оно видоизменяется, и учиться в процессе видоизменений. То же самое рекомендую и вам. Сейчас как раз тот период, когда не надо думать. Сейчас тот период, когда надо учиться. Смотреть и учиться. Не знаю, и все. Еще вопросы? Ну? Вопросов больше нет. Отупили руками. Все все поняли. Единственный обрадовавшийся это мой друг Султан. Все остальные в трубе. Понятно. Ребят. А как мне так же радовался через лет 30? Султан, это очень несложно. Да? Если вы сумеете не стать рабом общества, а чтобы вы стали рабом общества, есть общество, которое будет вас постоянно заставлять, и есть родители, которые вам постоянно будут объяснять, как хорошо стать рабом общества. Ну, хотя бы потому, что родителям будет спокойней. Ну, они родители, это их работа, понимаешь? Мама, она должна быть мамой. Это болезнь. Она не лечится. Но самое главное, это лично для вас. Вашу жизнь вы определяете. Она вам дана. И не слушайте никого. Даже меня. Прислушивайтесь всегда. Потому что неизвестно, с какой стороны придет конструктивная глупость. Но она придет откуда-то. Очень даже, возможно, совершенно не с какой-то непонятной стороны. Какой-то пьяница на улице тебе такое скажет, что ты оттуда выберешь что-то. Опять даже не понял, что он сказал. Ляпнул и ушел. А ты выберешь, и на этом выстроишь что-то новое. Главное, дорогой, не сомневайтесь в себе. Не предавайте себя. Никого не вините. Никого не заставляйте. Всегда верьте. Все в этом мире возможно. Через 500 лет по скайпу с Христом говорить будем, ребята. Причем он звонит, а ты не отвечаешь. Ну ладно, все, обнимаю всех вас. Спасибо большое. Пока. Пока.